Перед тем, как убить 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 секту. Какому такому благу будет тебе то, что я тебя сегодня точно прикончу? Точно. У меня задание такое, поняла? Или я тебя, или же они меня. Да что я тебе объясняю? И тут друг Оля вспомнила то место из Библии, которое она читала совсем недавно. И не бойтесь убивающих тела. Так вот оно что. Господь все знал и готовил ее к этому испытанию. Она еще не знала, в чем будет это испытание, чем оно закончится. Но в детской доверчивости к своему небесному отцу тихонько произнесла «Благодарю тебя». «Пожалуйста», услышав эти слова, с насмешкой ответил мужчина. «Впервые слышу, чтоб жертва благодарила». «Ты, наверное, точно верующая». «Слушай, скажи правду. Неужели ты действительно не боишься?» «Только не ври. Я сам врун. Сразу почувствую». В ответ Оля процитировала слова из Библии, которые она сегодня выучила. «У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же». Мужчина немного помолчал, а потом спросил. «Неужели ты веришь в то, что Бог может помешать мне прикончить тебя?» Оля спокойно ответила. «Да, я верю, что Господь всемогущ, но если он и допустит что-то, в общем, пусть все будет, как он хочет». Мужчина взглянул на нее в упор. «И ты веришь в жизнь после смерти?» Оля сказала. «Конечно верю. Но я и сейчас живу, а ты? Разве это жизнь у тебя?» Он сморщился и замахал руками. «Только не надо мне проповедовать. Обработке не поддаюсь. А тебе все равно конец. Просто хочу еще кое-что узнать для себя. Жертва какая-то странная попалась. Смерти не боится. Садись. Инквизиция откладывается». Мужчина закурил и стряхнул пепел в раковину. «Мне всегда интересно, как другие живут. Я многих знал, которые в церковь ходили. А хуже меня были. Вот даже в рифму получилось. А чего муж-то уезжает от такой симпатичной?» Оля поняла, что он знает о муже и о детях. В сердце возникла была тревога, но Господь тут же успокоил ее. «Не бойся». И она ответила. «Он при свитер церкви часто уходит или уезжает, чтобы побеседовать с теми, кто нуждается в духовной помощи. В общем, он служит Господу, а Бог всегда помогает мне в его отсутствии». Мужчина внимательно выслушал ее, а затем спросил. «А зачем вам столько детей?» Она даже улыбнулась, потому что в этот момент Господь открыл ей, что ничего плохого с ней не произойдет. «Знаешь, я хочу тебе немного объяснить, что такое жизнь с Господом, но лучше, чем он, не смогу сказать. Очень прошу тебя послушать небольшой отрывок из Библии». Он беспокойно заерзался, но сказал. «Ладно, читай, только коротко и ясно. Меня ждут, нужно заканчивать». Оля принесла Библию, быстро нашла нужное место. «Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищи, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем». Мужчина отвернулся к окну и вдруг спросил каким-то другим голосом. «Слушай, а ты могла бы помолиться за меня?» «Да», ответила Оля, «а о чем именно?» Он повернулся к ней, и она увидела его растерянное лицо. По его взгляду, Оля поняла, что он о чем-то напряженно размышлял. Наконец, он нарушил молчание. «Значит так, помолись, чтобы Бог помог мне не сделать того, что я должен был сделать. И еще, чтобы Он помог мне сейчас выйти отсюда без страха». Она молча посмотрела на него с жалостью и сочувствием. Тогда он крикнул, «Ну что ты молчишь? Молись!» В этот момент с улицы раздался резкий протяжный свист. Мужчина поднял руки и крепко сжал голову. «Да, есть твой Бог, точно есть. Если бы они дали мне этот знак на десять минут раньше, тебя бы уже не было в живых». Она спросила, «Что же изменилось?» Он опять закурил, руки его дрожали. «Не знаю. Просто я чувствую, что не могу это сделать». «Понимаешь, я проиграл в карты человеческую жизнь. Ну, в общем, мне нужно было прикончить кого-нибудь. Поискал, узнал, что твой муж часто в отъезде. Я думал, что быстро все сделаю». «И зачем только я в эти разговоры влез?» «А дружки мои, они ведь за домом-то наблюдают, чтоб я не сбежал. Если долг не верну, в своей жизни расплачусь. Но теперь я даже рад, что меня прикончат». «Почему?» тихонько спросила Оля. «Потому», он возбужденно сверкнул глазами, «потому что я не хочу так жить, потому что ненавижу себя, потому что столько зла я сделал, что меня один раз убить мало». Заметив, что Оля хочет что-то сказать, резко перебил. «Только не уговаривай к Богу идти, так как ты жить я не смогу. Слишком черный я». Оля быстро сказала, «Послушай». «Да, кстати, а как тебя зовут?» он усмехнулся. «Кто как? Называй Лешкой, если хочешь». «Послушай, Леша, ты действительно не сможешь жить с Богом?» он горько усмехнулся. «Вот видишь!» Оля спокойно продолжила, «Ты не сможешь, а Бог сможет, если ты захочешь и скажешь ему об этом». Он встал и медленно направился к двери. «Все, не рви душу!» Я пошел. «Передай мужу, что я ему завидую, и чтоб он все-таки так часто не оставлял тебя одну». Оля тоже встала. «Леша, прошу тебя, не уходи так, ведь ты можешь погибнуть навечно, а не просто умереть. Скажи сейчас все, что у тебя на сердце Богу. Он очень любит тебя». Я сказал все. «А любить меня никто не может, даже Бог». Он немного помолчал, а потом добавил. «Но ты все-таки молись за меня, я ведь не умею». Вдруг Оля сказала решительно. «Леша, давай, я сейчас же помолюсь за тебя, а ты только скажешь, если согласен в конце моей молитвы Господи, аминь». Но он быстро шагнул к двери, грубо оттолкнув стоящую рядом Олю в сторону и вышел в темноту. Закрыв лицо руками, опустившись на колени, Оля начала быстро молиться о нем. «Господи, спаси его, прости его, ведь он судит себя, ему очень тяжело, он не хочет так жить, помоги ему поверить в твою любовь и прощение, помоги успеть ему обратиться к тебе». После того, как она сказала «аминь», раздался выстрел. «Что это, Господи?» прошептала Оля, подойдя к окну и всматриваясь в темноту. И тут она увидела двух мужчин, которые быстрым шагом направлялись в сторону ее дома. Она торопливо пошла к входной двери, проверила, дверь была закрыта. Оля внутренне взмолилась, и в этот момент она услышала их голоса. Очевидно, они как раз проходили мимо ее дома. «Надо быстрее уходить подальше», Харипла сказал один. «Я знаю одно место, где можно спокойно отсидеться», произнес другой голос и добавил. «Слушай, а что такое аминь? Чего это Леха кричал «Господи, аминь»?» «Не знаю». «Тихо, тут дом рядом. Главное, мы его прикончили». «Бежим». Голоса умолкли. Оля медленно опустилась на колени. Все напряжение этого трудного вечера этой ночи выходило из ее сердца. Сжимая обеими руками свое разгоряченное лицо, она тихонько плакала пред Господом, изливая Ему свои переживания. В самом конце своей молитвы она с благоговением благодарила Господа за это нелегкое испытание. А затем робко сказала «Господи, я так надеюсь, что Леша с тобой, ведь он сказал аминь на мою молитву о нем». Глубокий мир и покой наполнили сердце Оли, и она с радостным волнением сказала «Благодарю тебя, Господь». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова